Не знаю, что у меня снимется. Телефон садится. В общем, мы на больничном. Пытаемся делать какие-то уроки. Егор у нас уже в хорошем настроении. Да, Егорка? Уже у него каприза все прошла. Иди сюда показывай, что написал. А вот стрижи исправил, да? Только сейчас проговорили с ним. Жиши. Пишем с буквой И. Но все равно с буквой И написал. Неси показывай, что в часовик написал. Сейчас посмотрим. Жан, ты все переписала? Да. Девчонки у меня лохматые. Мы без причесок. Не хочется им ничего делать с головой. Так только прибрали, потому что сейчас пойдем обедать. В общем, чтобы волосы в тарелки не лезли. А прически делать не хотят. Говорят, голову больно. В общем, вот лохматые мы. Так, давай смотри, чего ты тут написал. Так, в норе маленькие. И здесь ты помарку сделал. Да, может перепишешь? Куда? Ну, вот здесь внизу у тебя строчка есть. Вон там строчка. А ты вот здесь не написал. В чистовик. Стрижь, стрижи. Уж, уже. Здесь-то ты не написал. Ну, да. Будешь переписывать сейчас? Да. Перепишешь, да? Да. И здесь, смотри, еще вот слово жаворонок. Из него, из этих букв нужно составить другое слово. Я знаю. Вона. Вона. Ну, давай еще какие-нибудь придумывай. Целый список мне нужно. Жанна. Давай, неси. Жанна. Все, иди к себе. Составляй список. А до этого мы уже не стали это снимать. Вот он написал с буквы. Стрижи и Ужи с буквой И написал. Я ему говорю, Егор, нужно исправить. Это было на черновике сделано. Его нужно... Дожди, Васюша, я договорю. Нужно исправить, зачеркнуть и на дне букву И. И все. И не буду я. И ничего я не буду делать, да? Егорка у нас. Василиса. А у нас все равно будут комментарии отключены, поэтому можно и показать. Василиса у нас вот такое вот безобразие. У нее то, что вот насморк, и все это раздражает кожу вокруг носа. В общем, почти что стриптодермина пошла. Мажемся. Ну, но все равно. Егорка и Снежана такой болячка у меня не болеют. В общем, не было у них такого ни разу. Но сопли еще хлеще ручьем. Да, Жанна? Даже спать не дают. Вот. Вот. Разболелись мои товарищи. Привет всем передадим? Всем привет. Грустненькие немножко. Как настроение-то, девушки? Очень хорошо. Да? Настроение хорошее, но это самое хорошее. Что настроение хорошее. Извиняемся за тавтологию. Что Вася написала? Показывай. В норе маленький лися, то ждали лифт. Телефон вообще не фокусирует. Что написала? В норе маленький лися, то ждали лифт. А, это вот здесь внизу, наверное. Да, в норе маленький лися, то ждали лифт. Все, Егор уже тоже все готов. Иди садись вообще и описывай. Осталось немножко. Вот, где-то там написала. Жанна. Жанна, это что за Жанна? А ты зачем в чистовик? Я же тебе сказала, в черновик писать. Мы выберем, какие слова правильные, и ты сюда перепишешь. Чего ты забыл? Как ты забыл? Как можно забыть? Я тебе, вот ты пошел, и я тебе сказала, нужно написать на листочке, в черновик. А почему только два слова? Иди еще придумывай. Давай, 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 бегом. Быстренько. Нож. Иди придумывай давай, там много слов. Жанна, бери черновик, и тоже слова придумывай из этого слова. А там все есть слово вожак. Вожак. Есть такое слово. Я пока не буду ничего подсказывать. У меня, конечно, слов больше, но посмотрим, кто из них больше всех напишет. Но они друг у друга списывают. Василиса, конечно, не списывает ни у кого. У Василиса списывает Егора и Снежана. Причем у Снежана у нас талант к списыванию, да? Вообще замечательный талант. А у меня техника слов 19 в 4 слова. Вась, хвастаться нехорошо. Я не хвастаюсь. Ну, что же ты делаешь? Просто сказала. Хвастушка. Хвастушка. Ты хвастаешься. Ладно. Такая у нас запись небольшая. Не показывай. Вот сейчас был разговор. Прямо буквально секунду назад. В черновике сделать. Несет опять чистовик. Ну, конечно, правильно представил. Но я-то ему говорю, в черновике и больше слов нужно. Егор, в черновике нужно. Ты меня слышишь? А? Иди пиши. Где писать будешь? Не слышу. В черновике. В черновике. Сейчас посмотрим, как принесет. Давай. Ушел. Три раза спросила. Где, Егор, писать будешь? В черновике. Несет опять чистовике, написал. Вот такой кадр у нас. Не могла не заснять. У Жаны у нас сегодня праздник живота. Они поменялись с Егором местами. В общем, Егор и Василиса у меня уже час как закончили обедать. А с Нежаной все сидит. Она специально тянула резину, наверное. А может, не специально. В общем, ей нужно еще доесть тортик. Яблочки она уже съела. Жан, что у тебя еще на очереди? Печенюшки еще не ела? Да? Или ела печенюшки? Царапаются. Это у нас не мыши царапаются. Это у нас там масик в коробке. Сейчас покажу. В общем, я у нее не отбираю еду. Потому что будет скандал. Но я не знаю, что делать. Через полчаса у нас полдник. Но я думаю, что полдник она тоже съест. В общем, вот так вот. Периодически у нее тоже случаются вот такие завихрения. Егор с Васькой тут сидели у меня, наверное, час. Пока они болтали, пока что. Ушли наверх писать. Пока они ушли, Снежа вот еще целый час после них сидела. Я уже успела обувь перемыть. Нашла немытую весеннюю, осеннюю. В общем, демисезонную. Поставила сушить. Полы перемыла тут и в кухне, в прихожке. Сейчас пойду в холодную прихожку еще полы. Она все жует. Я, наверное, отдельный ролик запишу, как они кушали. Опять про еду. Да, про еду. Товарищ Анатолий мне там все пишет. Про бессознательное и неосознанное культ еды. Этот культ еды из них не выбьешь ничем. Если он устоялся с пеленок, он будет, этот культ. Для них это праздник. В общем, я отдельный ролик запишу, как они вели себя в первые месяцы, когда у нас появились. И немножечко так, слово шокировали. Вот все говорят, запретное слово. Запретное слово шокировали. Писать название. Шок. Шок-контент не надо. Удивляли они нашу семью своим поведением, скажем так. Ладно, обещала кота показать. Вот наш кот. Рыжий. Ему дети специально завели коробку. Ну, у Миши у нас юмор такой солдатский. В общем, написал вот так. На Колыму гадил в тапки. И мимо лотка. Ну, в тапки он у нас не гадит. Это он зря написал. А вот мимо лотка он у нас, знаете, что делает? Он выкапывает то, что в лотке на пол. И туда вот ходит. Вот в эту кучку на полу. Ну, пол плиточный. Моется легко. Поэтому мы пока терпим. Будет постарше. Посмотрим. Может быть, он у нас как пусик будет на улицу ходить. Не знаю. Но пока нам его жалко. Я боюсь, что он потеряется. И дети опять будут переживать, что он потеряется. Да, Рыжик? Кверх ногами получился ты. Давай я тебя разверну. Вот так тебя. Вот так тебя. Да. Рыжесть. А, Рыжесть? Сегодня меня поронил. Но нечаянно. Я вешала белье на сушилку. И он стал прыгать на белье. Зацепился. И прям повис у меня на мизинце. В общем, процарапал меня. Очень игривый такой кот. И в игре он немножечко не соразмеряет свои способности со своими возможностями. Да, Рыжик? Да. Поэтому я детям сколько раз говорю. Кот это кот. Надо поосторожнее с ним играть. Гладить, пожалуйста. А вот драконить его, разыгрывать его не нужно. Потому что он начинает как бесенок. Он такой бесится у нас. Это в основном вечером, когда дети уже спать ложатся. Вот тут время котов у нас начинается. Да, Рыжий? Сейчас уснет в этой коробке. Здесь, может, еще Пусиком пахнет. Он скучает. Сегодня Пусика целый день нет. Оттепель на улице. У нас когда оттепель, Пусик пропадает. Наверное, по подругам уходит. Как подморозит, все, Пусик у нас домой идет. Спит дома. Ну что, Снеж? Как успехи-то? Доела? Доела. Чаек допиваешь? Допиваешь. Обалдеть. Печенюшки-то уж не будешь кушать? А? Нет? Ладно. Иди давай еще сапельки надо посмаркать. Вот им тоже не нравится, когда я им говорю, так, бегом высмаркиваться. Иной раз начинается, садимся на попу и орем. Мне нравится вот это вот выражение, то, что я требую. Хотя уж вроде таким тоном-то говорю, спокойным. В общем, не нравится им это. Наверное, это все еще с тех времен, когда я в приказном тоне все это рекомендовали делать. Ну, в доме ребенка. Ну что, оставь ребенка спать. Положи его в колыбельку. Он только что на моей кровати дрыхнул. Да? Да. А, точно, вы делали уроки, а он спал. Залез к Паске в кровати, спал там. Ну, пойдемте, может, что окружающий мир поделаем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok